Всем здорова! Давайте поговорим о том, что бесит абсолютно всех игроков в геншине. Идеальных игр не бывает, думаю с этим точно никто не будет спорить. И некоторые решения разрабов являются очень спорными, но некоторые из них бесят настолько, что ты в тильте вырубаешь игру и полностью теряешь желание в неё больше заходить. Так что я составил список, что очень раздражает меня в геншине, а ты можешь написать свой список в комментариях. Поехали! Дубина переговоров, это конечно хорошо, но все мы хотим получить желанную легендарку. И в этом прекрасно поможет геншин дроп. На геншин дроп ты всегда можешь выбить примагемы по низкой стоимости. Например, вот этот кейс стоит меньше 50 рублей, а шанс выбить 60 примагемов огромный. Кейсов на сайте очень много, но все мы любим халяву. Ты можешь крутить бесплатные кейсы и легко накопить себе на дорогой кейс кучей примагемов. А благодаря системе апгрейдов теперь это сделает ещё проще. На сайте честная система вывода через официальных посредников, так что за свой аккаунт ты можешь не переживать. При выводе достаточно вести только уид из игры. Но и это ещё не всё. По промокоду CRY30 ты получишь 30% к пополнению. Так чего же ты ждёшь? Ставь ролик на паузу и бегом на геншин дроп. Ссылочка в описании. И начнём мы с козырей. Система смолы. В самом начале канала я уже затрагивал эту тему. И вот прошло полтора года, а система смолы так и осталась нетронутой. При том, зачем она нужна, я так и не понял. Геншин максимально сдвинул ранги фри-то-плей игр для телефонов. Вместо тысячи баннеров с призывом задонатить при каждом входе в игру, они сделали максимальную чилл-зону для фри-то-плей игроков. Но система смолы просто уничтожает всю суть игры. В один момент ты донатишь до той стадии, что заходишь в игру на 30 минут в день, и тебе просто больше нечего делать. При том, если её убрать, то игроки, которые много играют, до бесконечности смогут фармить самые идеальные арты. А обычные ребята смогут, например, прокачать всех персов. И если ты думаешь, что из-за этого кто-то потеряет интерес к игре, люди его и так теряют из-за недостатка смолы постоянно, поскольку в игру они просто играть не могут. Так что зачем нужна система смолы, для меня так и осталась загадкой. Второе, что меня дико раздражает, это диалоговые окна. Вот хочешь ты после тяжёлых приключений зайти в бар, встретиться с делюком ивенте. И тут происходит это. И ты сидишь нервно выдыхая, скипая эти надписи. А потом эта ситуация повторяется. Особенно бесит, когда ты спидрайнишь задание, подбегаешь к нужному персонажу, а он стоит не один. Притом, как правило, эти надписи абсолютно не нужны и не несут никакой практической пользы в игре. Вот зачем мне знать, что написано на вывеске около бара. Это просто боль. Третье, о чём невозможно молчать, так это длина диалогов. Притом, чем длиннее становится игра, тем больше становится длина диалогов. Притом, они абсолютно ни о чём. Ты можешь просто минут пять стоять и скипать эти разговоры. Особенно во второстепенных квестах. Поговори со всеми детьми, каждый из которых будет тебе рассказывать, как он вчера покушал и насколько круто играл в мяч. Спасибо, конечно, что держишь в курсе, но можно я уже пойду. Ну пожалуйста! С четвёртым пунктом, возможно, согласятся далеко не все. Но это смены персонажа во время диалогов. Я, конечно, понимаю, что нужно это для целостности картины повествования, ведь когда делюк говорит с делюком, это не очень канонично. Но вот только обычно весомые обновы с кучей контента выходят раз в год. А за это время ты напрочь забываешь на больших рангах, что у тебя вообще есть какая-то люмен. И когда твоя Иола неожиданно становится другой девушкой, ты сидишь такой, о, привет, давно не виделись, люмен, как сама. Ну и последнее, что очень раздражает, так это карабкивание. То, что мне постоянно не хватает энергии, это ещё ладно. Но когда во время боя ты упираешься в стенку, и как с Пуди Мун зависаешь, ловишь брейн-лак и понимаешь, что тут что-то не так, это очень бесит. А когда у тебя в пачке есть дед, это отдельный прикол. Поставил колонну для щита, потом во время боя делаешь атаку в прыжке и случайно запрыгиваешь на колонну. И вот с этим как справляться я не понимаю. Спасибо, что досмотрел ролик до конца, и в этот раз мне лень придумывать анекдот, поэтому можете написать его сами в комменты, а лучше я пролайкаю. Пайкеда!